если дефицит железа в организме то соответственно каждая клетчика недополучает кислорода недополучает энергии и и все ферментные системы работают не очень хорошо если это именно дыхательная функция то вот если смотреть сверху начиная самый чувствительный кислороду самая чувствительная часть мозга это мозжечок то есть если дефицит гемоглобина анемия которая называется да и мы рассматриваем именно железо дефицитную анемию то есть анемию связанную с дефицитом железа а вот то из симптомов это может давать слабость головокружение так как самое чувствительное к кислородному голоданию ткань часть мозга это мозжечок то она вот как раз такие токсические то есть головокружение может например давать слабость мышцы не могут достаточно перерабатывать их не хватает кислорода они задыхают ну как бы да задыхается поэтому чувствительность к физической нагрузки снижается человек не может там длительно двигаться он устает могут быть нарушения сна мелькание мушек перед глазами да тому женщин кстати говоря при анемии администрации становится еще более обильно то есть еще более обильными имею ввиду что как раз у женщин дефицит железа в организме чаще всего вызывается вот регулярными вот этими менструальными выделениями с которые с которыми женщина теряет какую-то часть железа у мужчин такого варианта сброса железа нет поэтому если смотреть вот в плане дефицит или избыток чаще всего у женщин теоретически должен быть дефицит железа что в общем и бывает в случае когда есть скрытый дефицит железа достаточно частый у женщин по результатам и тоже их посмотрим по результатам анализов у мужчин такого механизма сброса железа нет поэтому для мужчин менее характерно железо дефицитная анемия больше в сторону избыточного накопления железа поэтому дефицитом железа то что связано это очень очень многие симптомы снижение функции в принципе всех органов и одним из таких частых да например на симптомов дефицита железа анемии является тахикардия когда сердечко начинает биться быстро быстро мы первым делом смотрим и функцию щитовидной железы и конечно и смотрим содержание железа в организме потому что когда не хватает тканям кислорода они и сердце пытается это компенсировать просто большей скоростью протекания крови чтобы больше крови протекала каждому органу и клеточке чтобы донести как можно быстрее вот этот кислород который эритроциты берут в лес и и